Субтитры сделал DimaTorzok Так, напомню, что в прошлый раз мы с вами рассматривали такое понятие как сопряжение в группе. Всякие случаи напомню. Если у нас в моменте А, он даже в группе Ж, мы просто сегодня считаем, что группа у нас относится к группе операций умножения, то А в степени, вот такое выражение, а с ним не стерва, а и. Мы говорим, что вот такой вот элемент является сопряженным с элементом. Но относительно отношения сопряжения мы доказали в прошлый раз несколько простейших свойств в этой операции. Но для нас сейчас важно то, что мы можем описать два сопряженных элементов в группе СССР. Давайте сейчас запишем под уголовок, чтобы описание классных сопряженных элементов. В группе СССР. Давайте сейчас поднимем в группе СССР. В группе СССР. И мы с вами знаем, что каждый такой вопрос можно разложить в каждой независимости. Что такое цикла, думаю, с кем понятно, это когда какое-то количество элементов стопически переставляется, то есть первый переставляется второй, второй, третий и так далее, а последний переставляется в первый элемент. Ну а независимые называются такие циклы, которые не содержатся на кубе. Как мы с вами сделаем, то есть первое, то есть, потому что всякие циклы можно разговаривать, то есть один и один и один и один. Так, ну а теперь давайте расскажем. У нас есть подстановка сигма, а мы хотим описать ее класс сопряженных элементов, сигма в степени оси. Вот эта вот сигма в степени оси, это и есть класс сопряженных элементов. Класс сопряженных элементов. Иногда говорят и просто класс сопряженности, так даже немножко. Класс сопряженных элементов, содержащий сигму. Мы знаем, что, поскольку отношение сопряжения является отношением эквивалентности на группе, то вся группа G распадается на непресекающиеся классы сопряженных элементов. Нас интересует, как выглядит класс, порожденный подстановкой сигмы. Итак, что это за класс? Так, сигма в степени С это множество такого вида, Тау минус первый, сигма Тау, и Тау пробегает С. Так, дальше давайте представим себе, что вот эту подстановку сигма мы разложили в произведении независимых циклов. Запишем плюс, сигма представляется, например, так, A1, A2 и так далее, АН, первый цикл, напоминаю, что вот такая запись, мы пишем цикл в строчку, означает следующее, что A1 переходит в A2, A2 переходит в A3, АН минус 1 переходит в АН, а АН переходит в А1. Можно записать такой цикл, конечно, в канонической записи, когда подстановку мы записываем в виде двух строчек, сверху исходный элемент, а снизу под действием сигма. Но на самом деле удобнее всегда работать с подстановками, записанными в виде произведения циклов, то есть в виде однострочной записи. Видите, я записал весь цикл в одну строчку. Так, следующий цикл, давайте будем считать, что он имеет длину L, B1, B2 и так далее, B, L. Ну и, возможно, еще какие-то другие там дальше. Не важно, какой длины. Так, ну теперь давайте запишем это выражение. Тау минус первой, сигма тау. Тау минус первой, сигма тау. Что это такое? Значит, мы должны, это произведение, которое здесь записано, слева домножить на тау минус первой, справа на тау. Я это запишу так. Тау минус первый, A1, A2 и так далее, А, умножить на тау. Дальше снова тау минус первый, B1, B2 и так далее, B, L умножить на тау и так далее. То есть, смотрите, я между вот этими циклами вставил еще произведение вида тау на тау минус первый. Понятно, что я никак не изменил всю эту запись, которая у нас здесь проводилась. Но здесь, конечно, в конце где-то у нас есть множитель тау, чтобы показать, что мы к этому сигму применяем как раз операцию сопряжения. Слева обмножаем на тау минус первый, справа на тау. Ну и еще вставляем вот эти вот множители, которые равны, естественно, B. Так, ну отсюда какой вывод? Если мы хотим подействовать на подстановку сигма с сопряжением, достаточно на каждый из этих циклов подействовать с сопряжением опять-таки с помощью тау. Давайте такой вывод очевидный запишем. Если мы хотим подействовать с сопряжением на подстановку сигма, если мы хотим подействовать с сопряжением на подстановку сигма, достаточно сопряжением с помощью тау подействовать на каждый из циклов стоящих вверхозах. Достаточно сопряжением с помощью ТАУ подействовать на каждый из циклов, входящих в ее разговоре. Ну и давайте сразу запишем, покажем, что при сопряжении каждый цикл перейдет в цикл такую же длину. Покажем, что при сопряжении каждый цикл перейдет в цикл такую же длину. То есть длина цикла при этом сохранилась. Покажем, что при сопряжении каждый цикл перейдет в цикл такой же длины. Ну я даже могу сейчас продолжить на втором месте и записать, что же мы получим. Итак, если мы действуем сопряжением с помощью ТАУ на цикл А1, А2, АН, то на самом деле получится вот что. ТАУ минус первой от А1, ТАУ минус первой от А2 и так далее. ТАУ минус первой от АН. То, что получится при действии сопряжением на вот цикл А1. Дальше цикл А1, АН, получится следующее выражение. ТАУ минус первой от А1, ТАУ минус первой от А2 и так далее. ТАУ минус первой от АН. Ну и так далее. Понятно, что как можно действовать сопряжением на каждый цикл. Но единственное, давайте докажем, что если мы действуем на один цикл сопряжением с помощью ТАУ, то получается вот такой цикл. Действительно, давайте возьмем какой-нибудь элемент, который в этом цикле содержится. Так, ну давайте возьмем вот это вот произведение. ТАУ минус первой, А1, А2, АН, ТАУ. Ну и подействуем, например, на элемент ТАУ минус первой от АИ. Подействуем на элемент ТАУ минус первой от АИ. Так, понятно, что ТАУ и ТАУ минус первой здесь сократятся. А когда мы вот этим циклом подействуем на АИ, туда перейдет элемент АИ. Следующий элемент, АИ плюс один. Это равно ТАУ минус первой, А1, АН, ТАУ минус первой от АИ. Применем на это. Это будет равно ТАУ минус первой. Потому что цикл А1, АН переводит АИ в элемент АЖ. Ну понятно, что здесь нужно смотреть этот нижний индекс по модуле Н. Обычно, например, после Н это будет СИН. Так, ну и что мы видим? Здесь АИ переводит, не в АЖ, конечно, АИ плюс один. Следующий элемент. Переходят здесь АИ плюс один. Как раз здесь мы подозреваем, что индекс по модуле Н рассматривается. Итак, что мы видим? Что вот это вот новая подстановка. Действуя на элемент ТАУ минус первой от АИ, переводит его ТАУ минус первой от АИ плюс один. А тот цикл, который я записал, понятно, что он действует точно так же. Он ТАУ минус первой от АИ переводит в следующий элемент. Следующий элемент ТАУ минус первой от АИ плюс один. И так, тем самым я доказал, что вот это вот произведение, которое здесь записано, оно является циклом ТАУ минус первой от АИ плюс один. Давайте запишем, что класс сопряженных элементов СИГМА в степени СН состоит в точности из всех подстановок. Класс сопряженных элементов СИГМА в степени СН состоит в точности из всех подстановок, которые имеют такой же циклический тип, что и СИГМА. Ну, строго говоря, нужно доказать, что если две подстановки имеют одинаковый циклический тип, то существует ТАУ, которая переводит одну такую подстановку в другую. Давайте посмотрим. Вот смотрите, у нас есть СИГМА, равный А1, А2 и так далее, АН, умножить на В1 и так далее, ВН, и еще умножить, возможно, какие-то дальше циклы. Я возьму СИГМА, который будет равен А1, А2, АН, умножить на В1 и так далее, ВН, умножить на В1 и так далее, ВН, умножить на В1 и так далее. Давайте посмотрим, что у нас делает сопряжение. У нас А1 переходит в ТАУ минус 1 от А1. Если мы хотим, чтобы СИГМА перешло при сопряжении с помощью ТАУ в СИГМА, то мы должны что написать? Должен написать, что АИТАШТРИК будет равно ТАУ минус 1 от АИТАШТРИК, или ТАУ от АИТАШТРИК равно АИТАШТРИК. Итак, мы должны взять такую подставку, которая А1 перейдет в В1, А2-а2, АН-с twins, Dr database N, дальше соответственно В1, что превращает во В1. Ну и так далее. Ну а вот на остальные элементы, которые, скажем, не вошли в эти циклы, уже может действовать произвольно намного. Понятно, что раз длинные циклы сохраняются, циклы попарные независимы, то есть здесь нет общих элементов. Понятно, что вот такая вот тау с такими свойствами. Итак, мы показали, что действительно класс сопряженных элементов, порожденный подстановкой сигма, состоит точно из всех подстановок, которые имеют такой же циклический эффект, что и сигма. Так, ну вот это уже, так сказать, очень важная информация, которая позволяет, например, с одной стороны, записывать класс сопряженных элементов для не очень больших групп каких-то астритов, а если, так сказать, применить на числении компьютерного, произвольного М, написать класс сопряженных элементов. Давайте обозначим, это число класса сопряженных элементов в группе S. Давайте до некоторых простых групп, часто посчитаем, сколько же имеется класса сопряженных элементов. Давайте начнем с S3. А группа S3 всего сколько элементов? 6 членов, 3 факториала. Конечно, их легко записать, давайте я сейчас все элементы, 6 сегментов запишу. 1, 2, 3, 2, 3. Понятно, что это я записал трансплазин. Дальше два цикла для метрии, 1, 2, 3 и 1, 3, 2. Кстати, вот эти циклы для метрии, они должны быть обратно. Так, ну вот, какие здесь есть циклические типы. Отдельно класс сопряженных элементов образует E. Давайте напишем первый класс. С1, C1, C1, C1. Иногда мы помним. Это класс сопряженных элементов. Так, C2. Это класс, содержащий транспозиции. Итак, смотрите, вот мы только что доказали, что они между собой все будут циклеированы. Если постановки имеют одинаковое разложение в произведении циклов, то здесь разложение состоит просто из одной части элементов. один цикл, то понятно, что они будут сопряжены. Ну и, соответственно, вот эти тоже будут сопряжены. Так, сколько всего получилось класса сопряженных элементов? Так можно сказать, что P от тройки равно 3. Можно заметить, что вот те классы, которые мы записали, находятся во взаимно однозначном соответствии с такими комбинаторными объектами. Давайте число 3, в данном случае, будем разлагать сумму слагаемых натуральных, причем порядок слагаемых значений не имеет. Давайте запишем. Рассмотрим способы разложения числа 3, сумму натуральных слагаемых, независимо от порядка этих слагаемых. Порядок слагаемых не имеет. Рассмотрим способы представления 3, в виде суммы натуральных слагаемых, причем порядок слагаемых значений не имеет. Ну, очевидно, таких способов будет 3. Первый способ как раз 1 плюс 1 плюс 1 дает 3. Второй способ 1 плюс 2 дает 3. Это когда просто одно слагаемое 3, которое тоже является так сказать. Итак, давайте вот этому соответствуем, когда у нас есть 3 единичные. Возьмем цикл двумя 1, цикл двумя 1 и цикл двумя 1. Понятно, что это получится, что рождественная подстановка. Проведение трех циклов двумя 1. Здесь возьмем, например, двоечки, сопоставим цикл 1 и 2. Ставим цикл, который содержит просто ремень 1. Значит, говоря, тройка переходит в себя. Ну, такие единичные. Переводят элементы в себя, можно и не писать. Так, получается, что как раз вот это. Проблажение соответствует. Класс сопряженных элементов C2. Ну, а когда мы переставляем все три элемента, в этом случае мы берем как бы вот один цикл двумя 2. Так, давайте теперь, исходя из этого, что у нас есть взаимно однозначное соответствие между циклическим типом и способом разбиения числа n в сумму нейтральных чисел. Давайте посчитаем, а сколько классов сопряженных элементов будет иметь C4. Итак, четверку можно представить в сумму четырех единиц. Первый стойк. Давайте сами дальше подсказывать. Как еще можно четверку представить в сумму нейтральных чисел. Следую. Третий. Сколько? Один плюс внутрь. Последний способ. Четыре равно четверку. Так, ну теперь понятно, как вот, что нужно сопоставить каждому разложению четверку. В первом случае, какой будет класс сопряженных элементов? Каким представителем? Здесь какого нужно взять представителя? Произведение двух циклов. Произведение двух транспозиций. Здесь соответствует переход элементов себя. Здесь что будет? Одна транспозиций. Например, здесь один цикл. На самом деле, конечно, здесь можно, в качестве представителя, взять любые числа и писать. Можно при один и один поставить. Наконец, ж, ж, вот все классы сопряженных элементов здесь вот выписаны. В группе четыре других класса сопряженных элементов. Так, мы доказали тем самым, что P от четырех равно пяти. Есть пять способов составления правильного числа от четыре и беста. Правильных чисел, правильных слагаемых, не учитывая их порядок. Вот эта функция P от N называется так. Функция разделена. Она действует так. Называется функция разделена. Вот задача, которая до сих пор не решена, несмотря на, скажем так, многолетние. В этой функции нет ни явной формулы, ни даже рекуррентного соотношения. Функция P от N, для нее до сих пор не найдены ни явной формулы, ни даже рекуррентного соотношения. Вы можете, конечно, написать компьютерную программу, которая будет подсчитывать сколько этих спросов существует для конкретного N. Компьютер вам быстро посчитает, например, с одного до тысячи значение этой функции P от N. Но, вы понимаете, одно дело, так сказать, посчитать значение с помощью компьютера, а другое дело иметь явную формулу, которую подставил и тоже значение получал. Это разные вещи. В одном случае нужно прогонять программу, а в другом случае формулу подставил. Так вот, формулы такой еще не существует. Даже рекуррентного соотношения для чисел P от N не существует. Интересуется? Попробуйте. Так, хорошо. Давайте еще вот что посмотрим. Вот в случае группы S3, с помощью вот найденных можно легко описать все нормальные подгруппы. Идея такая. Мы с вами доказывали, что если есть какая-то нормальная подгруппа, она сама разлагается в дизлинтное объединение классов сопряженных элементов. Почему? Это сразу вытекает из критерия нормальность. Если какой-то элемент принадлежит нормальной подгруппе, он должен принадлежать этой подгруппе вместе со всем классом сопряженных элементов, порожденным этим элементом. Просто по отдельности элемент не может принадлежать нормальной подгруппе, но только обязательно вместе со всем классом. Давайте посмотрим, как можно сконтоновать эти классы, чтобы получилось подгруппой. Пожалуйста, ваше предложение. Давайте отдельно. Е, как вы думаете, является классом, является нормальной подгруппой? Очевидно, является. Итак, первый пример тривиальный Е. Другой, вся группа С. Е, очевидно, тоже является нормальной подгруппой. Это всегда есть. У любой группы Ж всегда есть два тривиального. Для примера, это единичный, как говорят, подгруппа и сама группа. А вот нет тривиальных, какие-нибудь здесь есть? Да, действительно, если мы объединим класс с этим классом, получится у нас подгруппа, содержащая три элемента. Если бы, например, С1 объединились с С2, мы бы получили четыре элемента. Может ли в группе из шести элементов быть подгруппа, содержащая четыре элемента? Да, это противоречит теория Милогранш. Смотрите, классы объединять нельзя. А с С1 и С3, если мы объединим, какая подгруппа получится? Вот эта подгруппа из трех элементов. Ну а что это за элементы? Какая у них четность? Это подгруппа четных постановок. Она у нас обозначалась как А3. Итак, мы знаем на самом деле, что подгруппа АН, она имеет индекс 2. Уже то, что подгруппа имеет индекс 2, мы с вами доказывали, означает, что она является нормальной подгруппой. И так всегда в группе СН есть нормальная подгруппа АН. Вот в данном случае А3 является нормальной подгруппой. Ну и очевидно, что по-другому вот эти три класса скомпоновать так, что получилась подгруппа, просто нельзя. Значит, вот мы здесь вот в нижней строчке описали все нормальные подгруппы группы СН. А нетривиальных в этом случае только одна подгруппа. Давайте запишем такое упражнение. Вот все классы сопряженных элементов в группе С4 сейчас записаны. Показать, что здесь имеется только одна нетривиальная нормальная подгруппа. Второй вопрос. В какой известной группе она и заморозит? Показать, что в С4 имеется только одна нетривиальная подгруппа. И в какой известной группе она и заморозит? Такой полезный вопрос. Так, хорошо. А вот теперь мы закончили описание классов сопряженных элементов. И переходим к теме гомомаркизм. Показать, что в С4 имеется только одна нетривиальная подгруппа. Гомомаркизм. Гомомаркизм. Такое маленькое напоминание. Пусть у нас есть группа G1 с операцией. G2 с операцией. Отображение. Группа G1. Если оно сохраняет введенные в эти группы. Операции. Так, ну а что значит сохраняет операции? Это означает вот что. Это означает, что фи от А звездочка B равно фи от А в кружок фи от B. Для всех А и Б принадлежащих группе G1. Для любых А и Б принадлежащих группе G1. Вот это вот условие, которое я записал. Это и есть условие гомомаркизма. Обращаю внимание, что нужно всегда в первых скобочках ставить ту операцию, которая действует в группе G1. А вот здесь вот уже в правой части всегда ставится та операция, которая действует в группе G1. Так, ну вот какие-то простейшие свойства гомомаркизма. Ну а давайте сейчас запишем. Так, два секунда. После гомомаркизма. Давайте. Видеоутверждение. Видеоутверждение 1. При гомомаркизме групп нейтральный элемент переходит в нейтральный. Нейтральный. Переходят в нейтральный. Гомомархизм перестановочен со взятием обратного линия. Можно сказать, коммутирует. С взятием обратного линия. Давайте для определенности будем считать, что в первой группе у нас нейтральный элемент E1. Нужно доказать, что фи от E1 равно E2. Давайте для начала запишем такую разницу. То есть E1 звездочкой E1 равно E1. Произведение нейтрального нейтрального естественного нейтрального. Теперь к этому равенству применим отображение фи. Левой и правой чай. Я сразу воспользуюсь в половину гомомархизма. Получу фи от E1. Кружок фи от E1 равно фи от E1. Можно обратить внимание на то, что слева-то у нас два множителя фи от E1. А справа только один множитель фи от E1. Давайте умножим на обратный к этому элемент. Левой стороны. Умножим на фи от E1 минус фи. Понятно, что слева у нас один такой множитель. Фи от E1. А справа, знаете, перемножаются два взаимообратных элемента. Должно получиться что? Нейтральный в группе G2, то есть E2. Итак, мы доказали, что фи от E1 равно E. Так, давайте тему бэдикат. Гомомархизм перестановочен со взятием обратного элемента. Это что означает? Означает, что для любого А. Если мы применим сначала гомомархизм фи, а потом взятие обратного элемента, то же самое, что фи от А в минус первой степени, то же самое, что фи, примененное к А в минус первой степени. Очевидно, что в одном случае сначала применяется гомомархизм, потом взятие обратного элемента, а в другом случае в обратном порядке те же операции. Хорошо, давайте, чтобы доказать, запишем, что у нас А в тёжечке А в минус первой равно А в минус первой звёздке А, но E1. Вот это я пока просто записал определение обратного элемента. Элемент А в минус первой называется обратным кальциям, выполняется вторая. Но опять-таки давайте применим фи к левой и правой части. Получится фи от А в кружок фи от А в минус первой. Я воспользуюсь сразу слева условием гомомархизма. Равно фи от А в минус первой. А в правой части я должен написать фи от Е1. Но чему это равно, по уже доказанному? Е2. Итак, а что означает эта равенство? Смотрите. Фи от А, будучи умноженным на элемент фи от А в минус первой, неважно с какой стороны, даёт нейтральность. Значит, вот этот вот элемент, который я сейчас показываю, является обратным к фи от А. Правильно? То есть мы фи от А умножаем на этот элемент, неважно слева или слева, получается нейтральность. Итак, вывод, который мы должны сделать, что фи от А в минус первой, это и есть обратный к фи от А. А обратный к фи от А обозначается так. Фи от А в минус первой. Вот как раз в точности то, что мы хотели доказать. Так, дальше я напомню понятия, которые у нас уже были, понятия ядра и образа гомомортизма. Ядро и образ гомомортизма. Ну, смотрите, один раз я написал операции раз, здесь звёздочка и кружок, но дальше мне удобнее всё-таки писать в качестве операции умножение, просто точку операции. Я в дальнейшем, я думаю, понятно будет использовать мультиэкспликативную запись для операции. Итак, пусть у нас фи G1, G2, гомомортизм. И обе группы будут разнимать операцию. Так, хорошо. Что такое карнелл фи? Карнелл фи – это ядро гомомортизма. Это по определению совокупность всех элементов а из грифа таких, что фи от а равно G2. Похоже это на ядро, скажем, линейного оператора. Ядро линейного оператора, когда мы говорим о линейном операторе, это совокупность всех векторов пространства, которые под действием оператора куда переходят. В нулевой вектор. Ну, а вглубь таким вот фиксированным элементом, который как бы единственный такой фиксированный элемент, это, конечно, нейтральный. Поэтому мы как бы рассматриваем то, что переходит в нейтральный элемент. Аналог бытовой игрок, который у нас был гинял. Дальше имфи образ и это совокупность элементов и от а уже принадлежащих G2 таких, что а премьер G2. Итак, А пробегает G1, а образы А в элементе фиота пробегают G2. Вот то, что при этом получается, в совокупности этих образов, это и есть образ из них. Так, ну вот, следующее утверждение, которое мы докажем, утверждение 2. Оказывается, ядро это всегда нормальная подгруппа в группе G1, А образ это всегда подгруппа в группе G2. Так, тогда А верно, нормальная подгруппа в группе G1, напомню, этот треугольничек означает нормальный подгрупп, G1, 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 подгруппа в группе G2. Подгруппа в группе G2. Так, ну, для начала давайте проверим, что ядро это просто подгруппа. Вот, конечно, нужно проверять по критерию подгруппы, если мы возьмем два элемента из ядра, будет ли их произведение лежать в ядре? Если у нас хи от А равно Е2 и хи от Б равно Е2, то что хи от АБ будет, естественно, их произведение. Поэтому, если АБ лежит кернов то, естественно, хи от А равно Е2 и Б равно Е2. Следует, что хи от АБ по свойству гомортизма это хи от А умножить на значит, произведение элементов А и Б тоже переходит куда? Не разно. Значит, АБ лежит в ядре. Как мы доказали замку с отмножить. А дальше должен замку с отмножить на чего проверить? Взять обратный элемент. Итак, если А принадлежит кернов то покажем на вопрос что А в минус первой принадлежит кернов действительно хи от А в минус первой а мы только что доказали, что хи от А минус первой то же самое, что хи от А а хи от А у нас чему равно если А лежит в ядре? хи от А чем будет равно если а лежит так и так мы доказали что ядро уже является подгруппой руфе же один осталось доказать нормально давайте проверим что если а то проверим а в степени я сейчас пользуюсь кирин нормальность нужно показать что вместе с элементом а свяжем и к нему позже такое все книгцы хорошо помните а все это он или применять ему и что проверить что он тоже переведет а запускать с условием гомотива и действует на каждой множестве 2-1. Но ФИАТА у нас чему равна? Мы взяли А из гидра. ФИАТА равна G2. Поэтому на этот множеств средний можно не обращать внимание. Это нейтральный множеств. А ФИАТХ минус 1, а ФИАТХ взаимно обратно. Так мы доказываем, что является А-нет. Сейчас бы еще проще показать, что образ является подгруппой. Образ. Так, давайте опять-таки действовать по критерию подгруппы. Такус. Игрек. Принадлежат имфи. Принадлежат образу гаммаркижа. Игрек. Такое, что ФИАТХ. А вечно существует Б. Такое, что Б равно И. Давайте эти два равенства перемножим. Получится. АВ. АВ. Равно И. Из этого равенства, которое мы получили, следует, что И. 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 как принадлежат. И. Так. Взампрость относительно произведения мы доказали. И. Покажем, что. Покажем, что Х-1 тоже принадлежит. АВ. Для этого я возьму это равенство. И. АВ. И. АВ. АВ. И. Взампрость относительно произведения. И. 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 Так мы доказали, что образ гомархизма с одной стороны замкнут относительно итерации умножения, с другой стороны замкнут относительно взятия обратного элемента, значит образ C – это подгруппа в группе. Так, ну вот такое очевидное следствие. Давайте запишем. Пусть H – какая-то подгруппа в группе G1. Тогда мы можем рассмотреть х, который, естественно, будет гомархизмом в этом случае H, G2. Это тоже гомархизм. Если у нас отображение х было гомархизм группы G1, мы как бы можем же это отображение рассматривать только на элементах из H. Служаем на H. Тоже все снимают. Так, ну что отсюда следует? Все следует, что хи от H – это будет подгруппа в группе G1. Итак, образ любой подгруппы при гомархизме тоже является подгруппой в группе G1. И сразу упражнение. А можно ли следствие, которое мы сейчас доказали, обобщить на нормальной подгруппе? Можно ли обобщить на нормальной подгруппе? То есть, если H – нормальная подгруппа в группе G1, следует ли отсюда, что фи от H – нормальная подгруппа в группе G1? Если у вас доказать это не получится, то попытайтесь найти контратегию. Если доказать это не получается, то можно. Допытайтесь, что вы можете. Так, ну теперь давайте рассмотрим примеры гомархизма. Гомархизма. Продолжение следует... 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 Крекоса. 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 Слышите? Да. Время обстоятельства. Если способляется к вас, есть что? Помогли? Докторе. Крекоса. Продолжение? Да, конечно, мы смотрим. Букваль. Где там? Где то есть. Мой, задолжок. Есть, чтобы показать, что ты видишь в последствии. В последствии, что ты лежащий в небе. Да. То есть? Нет. 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 И именно сочетание, что ты видишь в космологии. Вы посмотрите. Врух в космологии, вот, если в космологии, и насеет. В космологии тоже это открытие. Как послужить, послужить и ослужить. Четность – это понятие, но просто от чётности говорят обычно. Чётный и нечётный, а в знак этого слова, вполне за это Так, мы узнаем, что ε активно умерет на ε, но это доказывает в первом семестре еще и спросим, как это понятно, указывает условие томатизма. Так, а давайте посмотрим о ядроучественном пути. Ядроучественном пути. Как мы снова получили такой факт, что АН нормальный, как группой, выключается. Не знаю, это ведро любого томатизма. Это нормальный, как видите. В данном случае, поскольку ведро это АН, нормальный, как группой, выключается. Так, это факт доказывает исходя из того, что АН имеет именемный факт. Сейчас исходя из того, что это ведро гомотится. Это стойкий пример. Так. Это не дефицит гриб. Так. Это не дефицит гриб. Так. Это не дефицит гриб. Так. Так. Машка в штат. В грязи. А тут идти. Но пока маска, то не нужно нажимать. Что нет? Скажите, а в дуке. Так, вот. Так, вот. Только, конечно, мы знаем, что победители произведения матов, правильные произведения, победители, и что схожая генематизм, без упадок. Но очень гидро, гидро уже, в какую группа, в специально-релинейной группе, это общая релинейная группа, general, the special, специально. Вот она просто, получается, нормальный произведение. Итак, мы доказываем, что если иметь нормальный произведение, будет уже не. Итак, мы здесь строим такое явление, если реальность есть. Вот образмечается группа активных, средообразований плоскости. В общем случае, такое произведение может быть записано там. В общем случае, такое произведение может быть записано там. это по образованию 25 антигетов. Разглавие два, зашли. Но парень и сервер представляет пары, экстрележищ и черного. Здесь экстрележищ и ничего обыдрожки не насыщают кроме того, что это образ точки Х. Давайте запишем дальше, что если есть 10 дж. 10 дж. 10 дж. 10 дж. 10 дж. 10 дж. 10. И что будет А. 10 дж. 10. Альч. 10. Альч. 20. А. 10 дж. 10 дж. 20. Можно показать, что множество таких преобразований образование. Оно называется «негрупоративный кодозавание». Так, а вперёд и гамма-мартизм строим такое. Так, и здесь. А, это два. Где? Так. Преобразование соответствует тоже образованию, чем такое. Преобразование «эр», которое здесь не вычислили, «поставили матрицу А». Преобразование «эр» такого вида, такого совету. И изменение преобразования, и здесь, «поставили», «поставили», «поставили». И так проверить, тогда что вы делаете такое, что здесь гамма-мартизм. А если гамма-мартизм в ту же самую группу, то говорят, что это эндомартизм. Эндомартизм. О, эндомартизм. О, это означает, что гамма-мартизм действует из группы в этой группе. Так, ну и какой отсюда? Раз это гамма-мартизм, можно записать тогда, что гамма-мартизм. Понятно, что если мы рассматриваем нейтральный ремень в этой группе, то это нейтральный ремень, что-то будет в Солнце. Понятно, что это будет развесное преобразование, правильно? Нейтральный ремень в ствол, какой-то группу в себе движение, какой-то адресно требовалось. Ну, и когда мы получаем Т, таких, что ИОТ, равно АИТ. Понятно, что такие, множество таких преобразований, которые лежат в игре, это в точности телу, которое взросе есть. Так, как и в Т, так, что это не может быть. Итак, вот это следует об этом, что 90 всех видов, раз это ядро является нормальной подгрузкой, а в сфере, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, Так, хорошо. Давайте еще несколько определений. Одно определение записал. Определение амидомархизма. Одинно рассмотрим. Мы сопоставляем, скажем так, всему вот такому преобразованию сопоставляем матрицы, на самом деле, иначе говоря, двиг в соответствующий матриц. Линейное преобразование. Так, определение записал. Группа Ж1-Ж2. Называется эфематизм. Называется эфематизм. Действительно, сурективно отображает. Ж1 надо, вы знаете, слышали сурективно отображение, не заставить союз. Ж1 отображается на поле. Сурективно отображает. Итак, сурективный галактизм. Это точно все эти матрицы. Дальше. Группа Ж1-Ж2. Называется эфематизм. Мономон – мотắng. Мотắng. Меня называется мономартизм. Класс всегда снимает глазами. Действительно, изно при��. Так, ну давайте запишем сразу, короче, или так. Боломархизм имеет тревиальное ядро, когда это тогда, когда он инвестирует. Боломархизм имеет тревиальное ядро, когда этот тогда, когда он инвестирует. Боломархизм имеет тревиальное ядро. Возьмем элементы А и Б. 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 А и Б. Возьмем элементы 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 А и Б. Как такое вы думаете здесь? Так, как вы думаете, случалось, что мы в свое время отодели операцию умножения подмножить б, если а и б это какие-то подмножки, видите, то а умножить на б, это подмножение множества, произведение в виде а на б. Двя созидает первую подмножку, а Двя созидает вторую подмножку, а Двя созидает вторую подмножку. То есть, неспективно, скажешь, что уже неспективно. Не страшно, нормальный потусник будет. В этом случае, как мы знаем, первые снежные классы, которые попадают в право снежные классы. Очевидно, ведь каждый левый снежный класс, езжаясь от правого и наоборот. В этом случае можно просто смотреть снежные классы. Итак, теперь вот наша цель такая. Превратиться в голову со снежных классов, а множество снежных классов мы обозначаем левый транс. Ну, как мы обозначаем продавирующие смежные классы, да? Ну, как я уже сказал, ну, не имеет значительность. Превратить левый или там. Множество снежных классов мы хотим преобразить в самом деле. А для этого мы будем использовать операцию умножения от обмножки. Снежные классы играют от обмножки. А для того, как мы видим, что в школе есть, что в школе есть, в школе есть. Снежные классы. Снежные классы. Снежные классы. Самое влияние будет относительно операций и умножения поднимется. Самое влияние будет относительно операций и умножения поднимется. Самое влияние будет относительно операций и умножения поднимется. Продолжение следует начинать с того, что операция определена. Мы говорим, что множество смежных классов является глупым. Так я верю, что произведение двух смежных классов много чем? В этом классе. Мы говорим, что у нас есть А, 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 А. Если произведение двух смежных классов можно по разному ставить сутки. Давайте вот так. А, 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 А. Сначала вот изнутри. Но мы знаем, что сила нормальная. Точнее по периферии нормальности. А, 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 А. И так получается. И так мы видим, что если мы перемножаем смежный класс по разному ставку и смежный класс по разному ставку, то получается смежный класс по разному ставку. А, 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 А. Можно опять как бы взять за определение. Для того, чтобы перемножить два смежных класса, можно переложить по обзнанной представлению этих процессов. Взяли там все это переложили или взяли по раздуманной системе. Как? Ну хорошо. Итак, мы уже знаем, что операция умножения определена. То есть, изменение смежной классы по смежной классу. Посмотрим. Благотазно раньше. Нейтральный ремонт? Давайте Вы подскажите, какой класс нужно взять, как центральный ремонт. Да, совершенно верно. Мы можем взять, что это неправильный ремонт. Понятно, что когда Вы все элементы от группы H начинаете умножать на нейтральный ремонт, значит, у Вас не происходит. Так и будет все же самое. Хорошо. И в группе H на всякий случай, что это нейтральный ремонт. Если, скажем, ах умножить или 2х, равно 2х умножить или 0х. А по предъявлению Вы должны что? Это в предстоянии переложить и чуть-чуть переписать H. Получается а. Ну а это равенство означает как раз в точности то, что где H и Z не там нет. Потому что это умножение не любит класс. Так, давайте обратный ремонт. Перелом и поставим. It Kay deals С. Продолжение следует... Теперь мы должны переносить предстоителю, и получается EH. И так все аксиомы группы мы входим. Давайте запишем сразу определение. Построенная группа, построенная группа, называется фактор группы. Группы G по нормальной группе A. Построенная группа называется фактор группа. Группы G по нормальной группе. Обозначение для фактор группы вот такое. Мы же так обозначали множество смежных лапок. Мы так обозначали множество смежных лапок. Но в данном случае точно так же обозначается фактор группы. Понятно, что как множество у нас встретят из тех же самых левых множеств. Которые одновременно являются еще и травмами. Поэтому какое-то обозначение никаких не видят. У вас... Так мы еще какими-то очередными замечаниями. Замечание один. Значание один. Если определять произведение элементов, фактор группы, то с помощью равенства 1, просто вставлять A, 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 A. И когда мы их переблужим, получится тот же самый смертный фактор. Такая проверка, тогда быть не авторитет. Но это кажется, что если бы равенство 1 принималось из-за определения произведений, произведений с новым классом, то пришлось доказать корректно с новым классом. То есть то, что произведение прав и прав не зависит от выбора восстановителей, из-за этого класса А, A, 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 A. Итак, это первое замечание. Замечание второе. А что будет, если рассматривать ненормальную подгруппу, подгруппу, которая не является нормальной? Что здесь? Если отказаться, то будет нормально. Давайте возьмем какую-то подгруппу, посмотрим белый снегный таз. Мы уже умеем перемножать одно подгруппу. Почему не получится? Мы, может, как это берем на землю. Много класса вернем. Можем перемножать. Давайте туда еще раз. Да, конечно, мы используем. Но что нам мешает? Вы возьмем просто отдельный левый снежный таз. И, скажем, мы возьмем операцию умножения подгруппу. Давайте просто перемножим. Почему мы не получим грудь, скажем? Давайте запишем. Разведение левого снежного таз не обязаны быть левым. В общем случае, может доказать только то, что оно является безминутным объединением левого снежного таз. Например, вы перемножаете два левого снежного таза. В одном, например, от примеровании, а при другом тревоге. А произведение может показаться именно шестерня. В одном тревоге. Три перемножия. Получилось шестерня. Вы тоже не будете снять левого снежного таза. Не будет снять левого снежного таза вот снижать одно и то есть. Так, например, если все увидим. Так, важно все в общем. Вместе с нормальным подгруппом, соответственно, подгруппом, который можно построить именно по нормальным подгруппом, существует некая гомомархиза, которая ликвается по глумительски, по глумительски, по глумительски. Каномический гомархизм. Знаете, нам социальный обид. Но то, что написал здесь в гаммархизме «на», а не просто «выбок подразлически», или «выбок подразлически» и «выбок подразлически». Нормально подбирайте, запишите. Жепа, постарайтесь. Что запишите? Так. Просмотрим обображение. Какое обозначено буквально? Применяемое режиме есть действующие постарайтесь. Есть артистинка и артистинка Танап. Так, элементарно, будем вражать. Возьмем саженную руку. Так, зачем? Поставим. Поставим, просто артистинку. Какая обозначенная. Во-море? Поставим. Возьмем. Поставай на это гражданин. Сюректина и галматизм. Сюректина и галматизм. Сюректина и галматизм. И куда-то здесь совсем поздно. Но все опоим, что это галматизм. И потом докажем консультивы. Итак. Пусть. А и буты, а буты. Проверим, что пи. А. А. В. 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 А. В. 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 Ну, смотрите, если мы а-а умножаем на б-ш, то как-то еще а-б-а получается. Силу равенства 1, которую мы докажали. Доказали скреренение. Таким, что это верно, ускоряясь крайне. Мы видим, что А-б-а получается. Так, мы доказали, что А-б-а является зонамархизмом. Все это, чего населитель. Давайте посмотрим. Вот у нас есть пластоль. Мы хотим показать, что если мы возьмем в произвольность не один класс, то найдется элемент g, который в него переректирован. Давайте возьмем в произвольность не один класс. А-а. И каждый класс имеет какой-то хотя бы один элемент а. Тогда мы посмотрим. Киев. А-а, а-а, опедиризм. 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 Как мы показали. Так, ну давайте запишем эту деревню. Построенные Эпимархизмки Построенные Эпимархизмки Построенные Эпимархизмки Называются Каноническими Эпимархизмами Построенные Эпимархизмы Называются Каноническими Эпимархизмами Применяются Каноническими Эпимархизмами Каноническими Эпимархизмами Так, ну и вот теперь мы подошли к самой главной цареме сегодняшнего лета. Это царема, основная царема Логан-Маркин. Здесь сегодня заговор в телеке написал царемы о галмаркизмах и галмаркизмах, но соответственно об галмаркизмах поговорим. И в конкурсе соответствует. Так, мы решили, а? Галмаркизм. Документы, что в Денгрупции считается операцией, если он может. Галмаркизм. Так, потом еще мы вам скажем, что является галмаркизмом G, а Логан-Маркизм это будет под другую и выше. Мы сегодня доказали, что образ галмаркизм является под другую. Кто и видит, кто и видит. Так, дальше пусть. Как мы делаем, у нас есть галмаркизм, подгруппы, как я делаю галмаркизм. Галмаркизм. Галмаркизм, это будет подгруппы, потому что все как вы думаете. А что такое? Что такое, заимоперим? При котором коммунитативно следующее диаграмме. Посмотрим следующее задание, которое мы хотим построить Диаграмма с мутацией Мутативность диаграммы означает следующее Мы можем взять и пойти по стрелочкам Либо пойти вот так по стрелочкам Или вот так сразу по стрелочкам Если мы идем так по стрелочкам или так по стрелочкам В результате это то Мутативность диаграммы Равны 7 Следующим, что 7 Равны 6 Так, ну что, давайте представим Так, ну я, кстати, и еще не доказываю Давайте проверим, как мы записали в формировке Это действительно одна из основных теорем нашла Диаграмма, что она у нас просто Пусть не правильно Итак, основная теорема органомархизма Пусть спирь, даомархизм, дропы, выражает, ображается группа так Фиксируем образ спирь, это под группу группы так Фиксируем гидро, это ненормально под группу группы так Фиксируем Утверждается, что образ Талмархизма Замортизм Еще существует Какой замортизм? Пси Действующий диземинский И GPH И когда вам следующая программа будет Фиксируем 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 Ну, я сказал, что для того, чтобы лучше запомнить Теремьи, наши студенты Думали, читаемую поговорку И я думаю, что вам она тоже будет полезна Давайте будем Поговорку доказать Домоморфный образ группы Домоморфный образ группы В честь победы коммунизма Нет, нет Гомоморфный образ группы В честь победы коммунизма Изоморфный фактор группы По ядру коммунизма Изоморфный фактор группы По ядру коммунизма Гомоморфный образ группы В честь победы коммунизма Изоморфный фактор группы По ядру коммунизма Вы сами понимаете, что слабо почему-то там американцы думают, как они продаются. Хотя бы потому, что в американских университетах есть такой путь, который преподается практически повсеместно в американских университетах, который называется «Антикоммунизм». Мы специально не читаем, как это действует, как же они будут, какие-то заботы. Понятно, что отсюда вытекает слабое знание и все время основные, причем подобные. Так, ну ладно, это было лирическое отступление. Давайте доказать. Так, первая наша цель – это правильно определить вот это отображение в Си, которое будет действовать из них и фактор группы уже по АНШ. Я – элемент А. Пусть А – этот элемент в ближайшем к нему Фи. Раз этот элемент лежащий в образе Фи, значит, существует такой элемент А, который по действию Фи переводится в А. Значит, так, если существует А, то, что Фи равно А. И теперь мы положим следующее, что Фи вот там равно Фи минус первой квадраты. Вот это называется полный прообраз элемента А. Вот сейчас мы докажем, на самом деле, что Фи минус первой от А – это будет ничто иное. как снежный класс АА. А снежный класс АА будет ничто отойдут в этой квадрате. Итак, смотрите. Полный прообраз элемента А, того элемента А, который под действием Фи переводится в К, как раз оказывается смежным классом. Но это будет еще доказано. Потому что вот это, как бы, и здесь корректность нашего определения. Почему мы можем сказать, что Фи минус первая от АА? Как раз потому, что полный прообраз элемента оказывается смежным классом. Ну, давайте вот это вытверждение мы сможем доказать историю. Давайте сначала докажем, что АА содержится в К минус первой. Почему АА содержится в К минус первой? Давайте возьмем элемент Б, принадлежащий А. Тогда Б можно представить. Ну, Фи минус первой. Сейчас. Фи от К равно Фи минус первой от А. И здесь покажу, что Фи минус первой от А равно АА. То есть К могу поставить и здесь К. Итак. Итак, я возьму элемент Б, принадлежащий к классу АА, и хочу показать, что он принадлежит Фи минус первой от А. Действительно. Б представляется в виде А умножить на H, где H из-под группы H. К этому равенству я применяю. Если бы получится, что Фи от В. Неправильно. Фи от А. Немножить на Фи от H. Ну, Фи от H это у нас где-то 2, потому что у нас H лежит в игре. А Фи от А у нас равенству. Фи от А равно. Итак. Мы взяли произвольный элемент Б из класса АА с мёртвой. И показали, что такой элемент Б переводится под действием фи от А. Мы же как-то показали, что это и лежит Фи минус первая от А. Фи от А. Произвольный элемент Б из класса. Фи от А. Фи от А. Какой раз нам содержится в А. Что будет проявлено. Итак, пусть. Фи от А. По-моему, длежит Фи минус первая от А. Это означает, что с технических фи от А. Фи от А. Но у нас одновременно не фи от А. Да, напиши. Если сделать шкатизм, а у нас фи от А. Очевидно, это будет феотар минус первая на феотаре, то есть первая, то сможете сказать, что феотар минус первая. А раз этот перемен переходит в феотаре, что-то предуслеждаю, что феотар минус первая, а значит, умножая на, то получится, что выглядит так. Итак, с одной стороны, если мы берем произвольный элемент просмежного класса на феотаре минус первая а, и обратно в произвольный элемент вылежащих минус первая а, мы заказали лежать с ним на феотаре, мы должны сделать это то, чтобы вылазки минус первая а, мы берем на феотаре, потом звездочку мы доказали, и тем самым обеспечили корректность нашего отображения феотаре. Итак, элементу К взятому здесь, ему отличает какой-то прообраз А, и как раз феотаре сопоставляет класс А-Аш, и здесь элементу К выбранный феотаре. Вот так будет все параметры минус первая, полный феотаре. Это элемент К, и полный феотаре. Так, ну все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок